Приветствую друзья! Вот чего я совсем не ожидал увидеть в бюджетном сегменте, так это гибридные наушники на трех разных типах динамика, двух сдвоенных арматурных излучателях и 6-мм планаре. То есть собрали почти все многообразие излучателей, грамотно их согласовали, настроили и поместили в довольно-таки компактные корпуса. Сегодня мы поговорим о челюстях, а конкретно о модели DEVS от компании TRN. Собственно поехали! Приходят наушники в дорого оформленной коробке с изображением акулы и заводского графика АЧХ. В комплект нам положили документацию, пластиковый бокс с ремешком на руку, собственный простенький 24-битный ЦАП и целых четыре набора амбушюр, один из которых с эффектом памяти. Кабель на вид добротный, он толстый, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на общей жиле в 0,08 Ом, а на левом и правом канале по 0,28 Ом. Такое вполне приемлемо, тем более, что значения эти довольно низкие. Со своей внутренней части чашечки, сделанной из полностью прозрачной гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно виден весь зоопарк обещанных нам излучателей. Причем для каждого из динамиков вывели собственное отверстие для компенсации, а общий объем получил вентиляцию через решетку на внешней стороне конструкции. Оформили которую, кстати, весьма неплохо. Сидит модель удобно, габариты радуют, да и тактильно все на отлично. Вот так, друзья, это все выглядит. На ЦАПе особо останавливаться не будем. Это стандартное уже решение с металлическими разъемами, Type-C входом и поддержкой гарнитурного блока. Хорошо, что положили, но практически любой отдельно купленный мобильный ЦАП будет звучать значительно лучше. На измерениях у нас абсолютно стандартный по всем характеристикам импульс. Небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 0,9%, что точно укладывается в норму. Фаза корректная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как и всегда, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ, плавный переход на нижнюю середину, немного более выраженную область разборчивости, пик для имитации ушной раковины, еще один побольше на псевдодетализации и максимально протяженные высокие частоты. Как видите, это очень похоже на Moondrop Starfield 2 и значительно ярче слива SLA 3, с которыми их больше всего мне хочется сравнивать. Ну и вот как это выглядит на фоне флагманских Syngot EM10. Нормальная настройка, но, как на мой вкус, слегка ярковата. На Slow Jeffs мне очень напомнили недавно рассмотренные нами SLA 3, только они чуть ярче на верхах и гораздо лучше согласованы в плане характера излучателей. Если слива имели теплый насыщенный бас и примерно такую же нижнюю часть средних частот, то TRN абсолютно все отстроили с уклоном на скорость, динамику, общую частоту и максимальное разрешение. Бас здесь глубокий, однако скорее подсушенный, чем заполняющий. Серединка во всех смыслах яркая, драйвовая, довольно выразительная, с легким налетом мелодики и уходом в эмоциональную часть. Ну и высокие частоты привносят звук в порядочное количество воздуха, открытость и ту самую аудиофилскую искристость. Конечно, тут нет той особой утонченности, глубины, объема, явно выраженной аналоговой теплоты и бархатистого окраса, зато все четко, точно и вполне реалистично. Обычно такие модели используются для мониторинга на студиях и, например, на концертных площадках. Но лично меня поразило другое. Насколько чисто и грамотно им удалось совместить три абсолютно разных по своей природе динамика, включая титановое и бериллиевое напыление, четыре балансных арматуры и небольшой планарный излучатель. Нет ни намека на ступеньку, переход или тембральное несоответствие. Вот это уже, друзья, на грани искусства. Достойно тут и с собранностью, вовлечением и с позиционированием инструмента в пространстве. Да, баланс чуть сдвинут в сторону верхней части диапазона, однако она не доминирует, особо не ярчит, не свистит и не режет слух. Для рок-музыки, разноплановой электроники, всего танцевального и хорошо записанного из шлягеров – это самое оно. Все тонкости, оттенки и особенности звукоизвлечения реально как на ладони. В противовет же этому отмечу легкую недостачу веса, аналогового жарка и музыкальной составляющей. Словно их даже не рассматривали для нужд ленивых меломанов и им сочувствующих. Зато уровень прорисовки тут ну буквально зашкаливает. Разделение на отлично, великолепное сочетание микро и макроэлементов и невероятно подробное представление всей аудиальной картины. Сцена достойно представлена как в ширину, так и глубину. У звучания есть свой особенный характер и даже очень придирчивые к разрешению и скоростным характеристикам люди, наконец-то найдут достойное воплощение своих аудиальных фантазий. Здесь все это не просто есть, но и выведено на довольно неплохой уровень. Если же говорить о мелодичности и комфорте во время прослушивания, то данная модель заметно так уступает слива SLA-3. Пусть они и не так здорово согласованы по частотам. SLA-3 звучат ощутимо мягче, с чуть интереснее переданной экспрессии и на мой вкус более увлекательно. Jeffs же берут своей честностью, напором, подробной прорисовкой текстур и явно выраженной нейтральностью. Для мониторинга и, например, компьютерных игрушек герои обзора будут гораздо предпочтительнее. Какого-то особого усиления им, я считаю, не требуется, однако помните, что здесь задействован планарный излучатель, причем на наиболее чувствительной части диапазона. Так что выбирайте источник хоть с небольшим, но с запасом по мощности. Комплектное решение в силу своей специфики их полностью, к сожалению, не раскроет. Поэтому озаботьтесь чем-то повзрослее. Модель, поверьте, этого на самом деле достойна. Не совсем то, что я люблю, но в качестве мониторинга переоценить возможности DEVS совершенно невозможно. Да и старые рокеры на все 100% останутся довольны. Итогом наушники TRN DEVS интересно выглядят, удобно сидят, достаточно компактные, с довольно низкими искажениями, богатым комплектом, неплохо настроенный кривой АЧХ и просто гениально согласованными излучателями. При таком разбросе видов это чуть ли не искусство. Звучит же модель чисто, четко, выразительно, с особым уклоном на уровень прорисовки, разделение инструментов, общую ясность и техническую часть материала. В двух словах они скорее нейтральные, с легким акцентом на мелодике и выразительности, с правильно представленной нам сценой и точным позиционированием каждого из элементов аудиального полотна. Да, без жирка, особого веса и объема, но честно, драйвово и очень увлекательно. Для тех, кто ценит технику и скорость, это самое оно. Ну и ценник им назначили, вполне умеренный, около 130 долларов США. А на сегодня, друзья, это все. Мы говорили о модели Торрэн Джеффс. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok